Всем привет, Оксана из Алабамы, ваш любимый рилтор на юге США. Итак, сегодня я расскажу вам о том, сколько же зарабатывают рилторы. Но я буду не только рассказывать, но я буду показывать некоторые моментики тоже. Начнем с того, что я буду говорить, напомню, что я буду говорить о том, что происходит в нашем штате Алабама. Некоторые люди почему-то считают, что с каждой сделки рилтор получает 6 процентов. Это неправда. Если вы хотите продать свой дом в Америке, и к вам приходит рилтор и говорит, что он продаст там дом, он с вас может взять 6 процентов, как с продавца, но из этой суммы, то есть он не получает эти деньги после закрытия сделки. Эти 6 процентов делятся для конторы, под которой, как говорится, ходит рилтор-продавца и конторы рилтора-покупателя. Потому что покупатели не платят своему рилтору деньги за то, что они купят какой-то дом. Если рилтор работает с покупателем, то он работает бесплатно, пока не закроется сделка. Если вдруг сделка срывается, у меня такие ситуации были, что там покупатель или передумал, или умер, а у меня 2 клиентки на моем опыте умерли, или там купил машину, не подумал, купил машину, и им уже не дают ипотеку. В общем, получается, что рилтор работал как бы в пустую. Только если сделка закрывается, при подписании документов, 2 чека идет рилтору-продавца, но не сомневому лично о конторе. Сейчас вам расскажу пример. Когда я начинала, я пошла в контору Келлер Винс. То есть меня убедили туда пойти, потому что там школа, там вроде бы тебе помогают, там у них всякие лекции, собрания раз в неделю. И я туда пошла. Ну, представьте, получая, продаю я дом, да? Да, я даже показывала ролик, какой я первый дом продала. Первый дом я продала, он стоил почти 200 тысяч долларов. То есть и контора с меня взяла 36 процентов, то есть с того чека, который с продажи дома. И еще 5 процентов пошло моему учителю, то есть которая мне дала другого рилтора, более опытного, которая готова была помогать новичкам с документацией. Потому что одно дело, ты ходишь на курсы быть рилтором, а другое дело, всякие нюансы, чтобы документы в систему заносить. И некоторые вещи я просто не могла даже врубиться. То есть последовательность. И получается, что я теряла с каждой сделки, с первых 5 сделок я теряла 41 процент. То есть, допустим, если я там показала, что я какой-то дом продала, я показала какой-то чек, там намного-много тысяч, но этот чек был не мой, а чек, который шел на контору, а контора, после того, как я все документы вносила в систему, давала мне чек меньше. Каждая брокерская контора по недвижимости берет свой процент. Где-то берут 20, где-то 30, где-то берут символические 500 долларов, но там есть другие подводные камни. Если ты новичок и ничего не знаешь, и тебе дадут, как говорится, ментора, учителя, гуру, кто с тобой будет возиться с твоими документами, то ты 20 процентов потеряешь. То есть, в некоторых конторах брокерских нужно месячно платить, ну просто за то, что ты там риэлтор. Где-то 65 было, где-то 150, где-то 300. То есть, надо риэлтору, когда он пытается найти, под каким брокером ему ходить, узнавать ценные расценки. Ну, в общем, по-любому учишься на каждой сделке. Я вам покажу сейчас карту и покажу, сколько сделок я закрыла. Когда некоторые спрашивают, вы просто увидите там всякие значки стоят, то есть, это в основном округ мобил и немного округ болдуем. Когда люди спрашивают, риэлтор, сколько домов ты продал, риэлтор может замешкаться и забыть. И мне кажется, это не совсем правильный вопрос. Лучше правильно говорить, сколько сделок ты закрыл. Потому что можно закрывать там 2-3 сделки. В ковидные годы было вообще тяжко. Можно закрыть 2-3 сделки. Или можно закрыть одну сделку, там, если ты продал дом, как говорится, брата-свата за 2 миллиона, и получил свои 2 или 3 процента, представляв интересы покупателя, допустим, или интересы продавца. И ты можешь заработать 50-60 тысяч, провернув одну сделку. А если я продала, допустим, кусок земли за 25 тысяч, то есть, я вам сказала примерно, да, что риэлтор платит, то есть, брокер снимает зарплату с риэлтора. Дальше. Каждый риэлтор, когда имеет возможность посмотреть на тот или иной дом в своей системе, он видит, сколько он получит с той или иной сделки. То есть, где-то это будет 2 процента, где-то будет 2,2, 2,5, редко 3. Может быть, в других штатах 6 делится пополам. У нас сейчас вот рынок упал, и я некоторым своим клиентам делала 4 процента. То есть, я брала 2, и 2 отдавала риэлтору-покупателю. У меня была ситуация, когда я пошла на уступки для человека, русскоязычного, кстати, и мы вообще продали дом. У покупателя не было риэлтора. То есть, я оформляла документы, с ними общалась. То есть, я делала двойную работу. И мне продавец только делал, что мозги парил по поводу без повода. Там, ой, не забыли, свет выключить, иди выключи свет, там у меня вентилятор крутится. В общем, я получила всего 2 процента с той сделки. То есть, риэлтор, получается, имеет 2-3 процента с каждой сделки. Но есть ситуации, когда, допустим, мы имеем дело с очень дешевой недвижимостью. Допустим, это кусок земли. Допустим, там стоит 30 тысяч эта земля. Риэлтор может договориться с хозяином, что 4 процента дадут агенту-покупателю. Или будет какая-то просто сумма, там 500 долларов или 1000 долларов. Когда я недавно землю продала, я получила 750 долларов со сделки. И моя брокер разобрала 20 процентов. И, в общем, 500 чистыми я получила. Если я получаю какого-то клиента с определенного сайта, с кем у меня контракт, потому что некоторые сайты продают риэлторам клиентов, и если ты закрываешь сделку, они имеют процент. 25-35. В общем, получается, я закрыла сделку. Я продала дом за 264 тысячи. Сайт должен был получить 35 процентов. Моя брокер 20. Ну и остальное мне. То есть, получается, на даты ты получаешь на самом деле не 2 процента, если там 2 процента, а 1 процент, если ты этого получил клиента через какой-то там сайт, с кем у тебя контракт. Причем не каждый может на этот сайт устроиться. Они хотят, чтобы у тебя был какой-то опыт. Все-таки у меня уже сейчас пятый год пошел, и у меня больше 40 закрытых сделок. То есть, я не могу вспомнить, сколько я домов продала уже. Это просто можно посмотреть по карте где-то. Кстати, когда я последний раз показала один раз эту карту на Зилу, у меня сразу тот, кто смотрел дома, которые там продала с адресами и ценами, и эту карту, у меня сразу нашлись доброжелатели, которые написали негативный комментарий, как будто бы они со мной имели дело. То есть, это именно произошло, когда я об этом сказала. Поэтому у нас есть тролли, которые не считают, что это как-то непорядочно клеветать. Понимаете, да? Все знаки, которые у меня есть с моим номером, с моей фотографией, с логотипом нашей конторы Римакс, я покупала за свои деньги. Когда я хочу какую-то рекламу запустить, я тоже из своего кармана выкладываю. Также каждый год риэлтор в декабре платит где-то 650 долларов, чтобы быть членом этой ассоциации, этого союза риэлторов. Летом, вот сейчас в июне, риэлтор платит за то, за пользование системой multiple listing service. Вот у нас в округе мобил 450 долларов я должна заплатить в июне, 650 за то, что я член вот этой системы недвижимости в округе Болдуин. Также за то, что ты член Римакса, надо в год платить 400 долларов, просто Римаксу отдельно, как франшизе, да, это же франшиза, за то, что открываешь эти электронные замки, чтобы иметь доступ к этой системе, 250 в год. То есть риэлтору невыгодно работать на самом деле частичное время, потому что ты можешь, получается, где-то у тебя уйдет почти 2000-3000 в год только на вот эти все поборы. Причем, когда люди покупаются на объявление, что нужны риэлторы какой-то организации, они думают, что если это компания Келлер Вильямс или Робертс Браверс, в основном они рекламируют, пишут, что нужны риэлторы 100 тысяч зарплаты, что ты побежишь туда без образования и там сдашь экзамен и ты начнешь зарабатывать. Нет, они вам не дают никаких клиентов. Римакс дает клиентов, приходят сообщения мне, но это еще не значит, что я хочу с ними работать или что они будут работать со мной. То есть, как говорится, вилами по воде писано. По статистике сейчас в Америке больше чем 3 миллиона риэлторов. Флорида на первом месте, на втором месте Калифорния, там где-то 200 тысяч риэлторов находятся. И причем как, когда у тебя риэлтор, у тебя активная лицензия, но если ты уже не хочешь быть риэлтором временно, ты можешь заплатить 25 долларов и сделать ее неактивной, деактивизировать ее. Получается, что в среднем, я посмотрела по статистике, риэлтор делает где-то 45 тысяч в год и продает в среднем до 2-10 домов в год. Большинство людей будут работать с риэлтором, которого они знают, кому доверяют или кому доверяют их родственники. То есть, или с кем они там выросли, все такое. я считаю, что в риэлтору важно, ты не только дома продаешь, ты продаешь себя, ты продаешь свои знания. Как я познакомилась, например, с одним из своих клиентов, то есть, просто как пример, не все же меня покупают дома, кто смотрел ютуб-канал, правильно? Вот есть приложение, которое мне прислало клиента. Я ткнуть успела, когда оно там замигало. Женщина хотела, мне умер муж, и она хотела дом продать свой и купить другой. И мы сначала не купили дом, компания, которая мне этого предоставила, клиента получила свои 35%, а потом другой дом, мы с ней ее продали. Там стоял знак, люди проезжали, хотели посмотреть, я ездила туда, в Грэмбейт, минут 30 на машине показывала, но они тут дом решили не покупать, потому что там были другие проблемы, куча проблем. Но я с этими людьми работала несколько месяцев, где-то раз в месяц хотя бы, мы смотрели какой-нибудь дом, который они хотели купить, чтобы в аренду сдавать. Иногда мы писали там оффер, но или мы пролетали, потому что кто дал больше, или мне нравилось, что инспектор написал. В результате они купили дом. Купили дом и говорят мне, у нас есть еще одна недвижимость, давай, как, давайте нам продаж. Я говорю, ну, я не говорю людям, будет 6% комиссиона, я говорю, смотря, что я для вас буду делать. Вообще считается так, что если риэлтор просто ставит дом на продажу, это одно, если он будет, когда я говорю, ставит дом на продажу, не просто свой знак ставит, он в систему вводит, чтобы этот дом был везде, там, на всех сайтах. Риэлтор отвечает на звонки всех, кто проезжает мимо, отвечает на звонки других риэлторов, то есть происходит закулисная такая работа, многие не знают об этом. Люди могут звонить из других штатов, выяснять какие-то детали, и я вам сказала, что если я не буду делать никаких домов, открытых дверей, если вы не будете меня беспокоить после семьи, тогда мы делаем 4%, если я ничего практически не делаю, потому что эти 4% должна разделиться, потому что я два мне, два другому риэлтору, то есть это по минимуму, вот, но тем более, это уже клиент, который второй раз ко мне пришел, то есть я с каждым клиентом по-разному, я для русскоязычных всегда делаю скидку, скажем так, а вообще риэлтор берет 5-6% и когда ставит дом на продажу, и уже меньшую сумму дает другому риэлтору. Я вам сейчас даже покажу кое-какие документы на моих закрытых сделках, я вам покажу цифры, где вы видите, что сколько я получила, а сколько другой риэлтор, вы увидите разницу в цифрах, что иногда они получили чуть ли не в два раза больше, чем я, хотя агент, покупатели всегда больше работает, это значит, что он с этим покупателем больше домов посмотрел, и даже, может быть, какие-то сделки провалились, потому что выбрали другого покупателя на какой-то дом. это не пипец, это не пипец, не преувеличивая, то сейчас на вторец, расслабляемся и машем белым сколки огурец. все хотят быть агентом, который поставил дом на продажу, потому что, ну, здесь меньше работы. А еще я расскажу вам о том, что у риэлторов бывают штрафы, вот я, например, заплатила один раз штраф 50 долларов, потому что, когда я внесла информацию о доме на продажу в систему, я написала, если какие-то вопросы, пишите мне лично, то есть, они должны писать своему любимому риэлтору, а не мне лично, понимаете, а я написала, вот за это мне 50 долларов штрафа припаяли, один раз у меня был штраф, потому что я в систему поставила фотографию дома, где был мой знак виден, то есть, мой знак, мой бренд не должен быть виден на фотографии, где я продаю дом, где я рекламирую дом. Если я два месяца ничего не продала, моя брокер будет снимать с трех следующих сделок снимать по 325 долларов. Не во всех конторах так, но, как говорится, если не хочешь работать на полную ставку, нечего делать в ремаксе, скажем так. Вот. Но я, я не люблю брать телефонную трубу, потому что мне очень много названивает рекламы, то тюлень позвонит, то лень. Причем реклама связана иногда с бизнесом Leslie Painting, малярным бизнесом. Нам пытаются предложить взять какие-то суды на развитие бизнеса, нам пытаются предложить где-то закупать какой-то сайдинг, сайдинг. То есть, в общем, у меня очень много идет всяких звонков ненужных, поэтому я считаю, что если вам что-то важное, вы можете оставить сообщение или написать смс-ку на русском языке. То есть, если я вижу, что кто-то звонит, если я знаю этого человека, я пытаюсь перезвонить. Если у меня телефон отключен, и человек мне не оставил сообщение, то я могу быть в ситуации, что я даже не знала, что этот человек мне звонил. Поэтому я очень люблю смс-ки, как говорится, от текстути, что вам нужно, может быть, я вам помогу. Я не всем могу помочь, потому что иногда у людей, как говорится, unrealistic expectations, когда они вот хотят вот столько-то, а в кармане у них столько-то. Вот, потому что, ну, то есть, пока мы с цифрами не поработаем, мне недавно один человек говорит, я хочу купить дом. Я уже умный, я не бегаю показывать все подряд. Я говорю, сколько вы хотите платить в месяц? Человек мне говорит, 600. Я говорю, вы не купите дом, чтобы платить 600 в месяц. Потому что, если это будет ипотека у вас там добавится, даже если это дешевый дом, будет страховка за дом, налог за дом, это все будет вписано в один месячный пеймент, взнос. И все. Я говорю, нет, тогда продолжайте, если вы живете в аренде, за 500-600 комнату можно арендовать. Ну, надо жить, значит, в этой комнате. у нас есть гостиницы, где есть кухонька, спальня, туалет. За 400 в неделю можно арендовать такую гостиницу. Никто не будет спрашивать, есть у тебя работа или нет, просто плати, вперед. И все. Вот такие дела. Сейчас я нахожусь в новом доме, я замещала листинг агента. Смотрите, какая тут ваза красивая, с экибана. Здесь очень приятно находиться, все чисто, пахнет новыми домами. Стоишь, можешь делать ролики, можешь на компьютере работать. Такие дела. А если кто-нибудь приедет и купит новый дом, так вообще, можно сказать, повезло. С новых домов некоторые застройщики платят 3%. Иногда 4%, если они хотят, чтобы что-то было продано побыстрее. Мне один раз повезло, у меня в декабре была сделка закрыта на новый дом, мне дали 5%. Я была на седьмом небе от счастья, это была самая крутая сделка. То есть, хоть был это не очень дорогой дом, но мне бы заплатили 5% комиссионных. Это было круто, я была очень рада. Так что, такие дела. У нас в офисе есть такая конференц-комната, и я, когда сделка закрывается, должна сюда приехать, привезти документы, залогиниться в мою систему, здесь все дома, которые я или продала, или не смогла продать, там, допустим, мало дали, но все равно это все должно быть оформлено в системе. вот так. Я выбираю дом, который я продала, и туда закачиваю документы клозинга, потому что мне их дают в формате, в бумажном. А за кадром дом, который я продаю, дом фармацевта, с апреля месяца стоит. То есть, покупателей меньше на рынке, потому что процентная ставка банка увеличилась, но я не теряю надежды. сначала за дом просили 750 тысяч, потом цену мы сбавили уже до 599. Некоторым мне нравится планировка, и на главное на дом фармацевта я скину ссылку в ролике. Сейчас я покажу вам. Вот мне не нравится, как тут мусорная, мусорку поставили как-то подебелячь. Я не знаю, кто откатывал ее, но я ее уберу в сторону вот так. Сейчас, конечно, август, зелень. Кто на канале давно, Ви помнит этот дом. Риалтеры сообщают мне, когда будет показ дома, когда они придут своих клиентов, и я приезжаю заранее, чтобы заварить свежий кофеечек, чтобы дом пах кофеечком. Старый кофеечек мы выльем, новый заварим. Сейчас. А, кстати, кофеварка красная. Так, где мы его включаем? Я так редко пользуюсь, что не помню. Кофеварка красная. Здесь я для декорации поставила все красное, притащила свое денежное дерево. база красная. База красная тут. Столик, который Серега мой делал. Этот дом, я, уже несколько месяцев у меня не продается, потому что он очень дорогой. Сейчас проще дешевле, проще продать новый дом, подешевле. Так, ну что, мне позвонила риалтерша и сказала одна, что там такие большие осы, осиник, так сказать. Говорит, надо их убрать. Прямо вот около входа. Не знаю, получится ли, нет. Так, сейчас вздохнут. Что у нас тут еще? все. Что у нас тут еще? Так. Все. Вот этим пользуюсь. Сейчас они все там попадают. Вот такие дела, что риалтерам приходится иногда делать. Вау, Оксана, вау, быстро написали, кому сказала. Ну что, теперь надо как-то это снять. людей не пугало. Это не все же такие бесстрашные. Ну да, вот а те, на которых попал я, вот они корчатся в судорогах. У меня тоже другой вид ос, Это другой совсем вид ос. То есть, я убила двух, ос двух видов. Эти больше на елуй джекетс похожи. Да, там подмету, чтобы у людей инфаркта не было, если придут дом смотреть. А что за кадром? А за кадром мои клиенты, мистер и миссис Харт, которым я принесла подарки. Какие подарки дарит русский риалтер? мистер и мистер, мистер и мистер. Баскет. О, мистер, что это? Интересно. Это русский бир. Я буду научить вам как бир в русском. И шоколад. Пива. Пива. Пива? Пива. И шоколад. И шоколад. Шоколад, в русском, будет шоколад. 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 Я люблю это. Один из Украины. Это украинский бренд. И там украинский бренд. Это очень круто. Я надеюсь, что я буду делать это. И это украинский претель. Мы называем это сушки. 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 Это может быть, как бир. Congratulations, ребята. И это называется Жигулевская. Жигулевская. Очень хорошо. Я люблю это. Это баскет, тоже. Это красиво.